Доброго дня, дорогие друзья! Это общественное телевидение Донбасса и я, Татьяна Заровная, журналист из Донецка и вынужденный переселенец. Вы смотрите нас в прямом эфире и можете звонить в студию по номеру 0953116544. Вот наши темы на сегодня. Штраф за русский язык, публичное выступление, образование и услуги только на украинском. Насколько своевременно принятие закона про муву во время войны? Не увеличит ли новация поддержку агрессивной политики Кремля внутри Украины? Узнаем, что думают об этом эксперты из Донбасса. Тема номер два. Тяжелое наследие советской школы, гуманитарной политики на Донбассе и роли учителей в антигосударственном референдуме весной 2014 года мы будем говорить с гостьей нашей студии Ольгой Барабаш, которую пытается уволить с должности начальника отдела образования Константиновки супруга боевика. Наша третья тема останется ли без света Лисичанска, блокирование товарных поездов и о том, как живет его родной город в Луганской области, который пережил ужасы оккупации и сейчас находится всего в 50 километрах от линии фронта, нам расскажет Виталий Шведов, бывший глава военно-гражданской администрации Лисичанска и доброволец АТО. 25 января парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Украине. Пророссийские депутаты хотели включить в ее текст поправки с требованием выборов на оккупированном Донбассе и даже формулировку «гражданская война», которая снимала бы с России ответственность за то кровопролитие, которое у нас происходит. И хотя протолкнуть эти пункты не удалось, сторонники снятия с России санкций считают, что выиграли это сражение в ПАСЭ. Принятая резолюция осуждает Украину за то, что наша страна не одолела коррупцию, рекомендует отчасти пересмотреть закон о декоммунизации, но нас похвалили за изменение нормативно-правовой базы, необходимой для проведения реформ. Далее я цитирую. Ассамблея вновь призывает власти провести полное расследование гибели людей во время Евромайдана, а также событий вокруг Дома профсоюза в Одессе 2 мая 2014 года. Резолюция затрагивает и тему языка меньшинств. ПАСЭ беспокоит то, что в Верховную Раду поданы три законопроекта, которые сужают права национальных меньшинств. Вот эту тему мы и хотим поднять сегодня. Есть ли у нас уже в скайп-связи Петр Андрющенко? Добрый день! Доброго дня! Здравствуйте, Петр. Петр – координатор ГО «Инициативная группа Вместе» – это город Мариуполь. И Петр назвал законопроект даже не кнутом, а батагом вместо кнута и пряника. Я правильно говорю, Петр? Да, вы абсолютно правы. Да, вот скажите, пожалуйста, в чем вы видите тревожный сигнал и что вас беспокоит? Ну, я так понимаю, мы говорим о том законопроекте в первую очередь от самопомничи, который самообсуждаемый, наверное, и резонансный. А они мало чем отличаются друг от друга, все одинаковые, по сути дела. Разница только, по-моему, в суммах штрафов. Ну нет, там есть достаточно значительные различия, мы можем об этом тоже поговорить, собственно. Но закон, который пытается ввести мовных инспекториев, имеет полное несогласование между своих норм, даже с юридической точки зрения, и применяет исключительно репрессивные методы, и это абсолютно справедливо ко всем законам. Ну да, это очень страшный закон для нашей страны, на самом деле. Вы говорите о последнем, да, который 19 января возник законопроекте? Да, да. Прому, он так и называется. Да, я говорю о последнем законопроекте. Получается, что нам он предлагает? Последний законопроект, он предлагает нам полную принудительную украинизацию вплоть до сферы услуг. Он нам предлагает абсолютный тотальный контроль со стороны государства за использованием украинского языка во всех сферах публичной деятельности, в том числе и сферы услуг. Ну, собственно, ужасный закон. При этом, например, везде используется понятие свободное владение украинским языком, но нигде нет критериев этого свободного владения. Вот инспектора, наверное, будут определять, насколько качественно владеет украинским языком тот или иной чиновник, да? Ну, видимо, да. Скорее, нацрада, которую предлагается ввести вместе с центром украинского языка, будут устанавливать некие критерии свободного владения, инспектора контролировать, насколько люди, которые на местах, скажем, осуществляют деятельность государственную или в органах местного самоуправления, или, опять же, бизнес, владеют этим языком. Уже пошел слух, что даже защитники Украины, русскоязычные добровольцы АТО, которые находятся в окопе, могут попасть под штраф, если проект этот станет законом. Неужели это правда? Каких категорий граждан коснется этот закон? Это абсолютно не слух. Я бы не делал акцент на добровольцах. Закон говорит о том, что офицеры-военнослужащие обязаны, опять же, свободно владеть и использовать подчас во время несения службы украинский язык. То есть команды отдавать на украинском, да? Обязательно. Ну, вы знаете, насчет обязательно отдавать команды на украинском, это спорный вопрос, потому что офицер заступает в одно время и до окончания время. Немножко плохо вас слышно стало? Алло. Да-да-да-да-да. Нет, получается, что во все время несения службы офицер должен общаться на украинском языке, не только отдавать команды. Там еще есть такой момент, что СМИ обязаны становиться украиноязычными и озвучивать или дублировать всех русскоговорящих гостей. Вот я сразу думаю о нас, что это, наверное, дорогостоящая процедура, особенно в прямом эфире. То есть некоторые СМИ, не имеющие за собой больших денежных мешков, это просто поставят под угрозу закрытие. А вы как считаете? Возможно. Я думаю, что возможно, хотя я думаю, что то, что касается СМИ, особенно подобных общественному телевидению Донбасса, например, польза от которого, ну, всем видна, не сочтите это за рекламу. Спасибо. Спасибо за комплимент. Что это связано с другой ситуацией, которая меня больше беспокоит, о том, что на все внедрение любого из этих законов потребуются достаточные бюджетные средства. И здесь уже начинаются риски, потому что каждая государственная программа у нас за собой тянет огромную коррупционную связь. Петр, будут пополнять бюджет с помощью штрафов, я думаю. Там же речь идет о том, что еще бизнес, да не мая, украиномовную версию, послуги, че товары, мая и сформулаты. То есть, видимо, когда речь идет о русском бизнесе, мы знаем, есть русские, многие российские капиталы, многие российские бизнесы здесь, тогда меня немножко радует. Но на самом деле, конечно, репрессивные методы, они на всех отразятся, я думаю. Вот насколько своевременно принятие закона про мову именно во время войны, как вы считаете? Вы знаете, я бы, если честно, на войне с принятием хоть каких-то действий в нашей стране не дел бы акцент, на самом деле. Потому что война — это прекрасное время, извините за такую павтологию, для того, чтобы делать коренные изменения в обществе. Вопрос другой, что у нас в обществе нет общественного диалога. Ведь никто не отрицает необходимость украинизации. Мы все говорим исключительно о методах, каким это осуществлять. И для этого и нужен общественный диалог. Но принимает такие меры. Но это исключительно политические шаги на сегодняшний день, на самом деле. Потому что украинский язык во многих сферах, в которых пытаются защитить его этим законом, он и так защищен и урегулирован. Да, давайте, Петр, мы послушаем все-таки ваших оппонентов. Если у нас есть на связи по телефону, мы просили двух известных людей прокомментировать их видение, а не будут оппонировать вам, а тогда послушаем, что вы об этом думаете. Поэтому, Петр, пожалуйста, не уходите, если, я надеюсь, вам будет слышно, что по телефону сейчас скажет пани Магрицкая, если она есть на телефонной связи. Это кандидат филологических наук Ирина Магрицкая, которая является исследователем темы голодомора, гражданским активистом, и которая потеряла свой дом в Луганске в результате той войны, которая все еще продолжается у нас в стране. Пані Ирина, вы нас слышите? Добрый день, очень радостно. Доброго дня. Пані Ирина, как вы оцениваете цей законопроект про мову? Ну, насколько я мені відома, то три законопроекти было подано 19 сентя. Я их позитивно оцениваю всі. Там есть моменты, которые нужно доопрацовывать, и они будут доопрацовывать. Но это закон на зрели. На мою думку, его нужно было выдать еще в 1991 году. Что такое украинская мова? Цей закон нормирует государственный статус украинской мовы. А украинская мова – это символ нашей украинской державы. И символ нашей национальной безопасности. Основа нашего государства – это защит интеграции национальных меньшин в единую политическую украинскую нацию. И в резкий рест – государственная мова. Еще в ЮНЕСКО в 1953 году сказало, что государственная мова – это мова титульной нации, что выполняет интеграционную функцию в межах конкретно государства. Политические, социальные и культурные сферы выступают как символ этой государства. У Франции титульная нация – это французы. У Польши – полярцы. А в Украине титульная нация – это украинская нация. У меня есть такие вопросы к вам. И поэтому государственная мова должна быть одна украинская. Мы это принимаем, но никто не оспаривает. Вопрос, а что касается языковой политики, которая была на Донбассе до начала так называемой русской весны? Она связана с тем результатом, который мы имеем сегодня? Вот война. С потерями нашего дома, с оккупацией связана ли мовная политика, которая была до войны? Ну, мы знаем, что формальным приводом вести войска в Украину с боку соседней государства Росии был защит русский язык соотечественников. Это был формальный такий привод. На самом деле, все эти годы нашей независимости донбассовцам токмачивали в голову, что они русские, что их русский язык, их родные. А на самом деле, я как севолог и диагностолог, я стверчу, что на Луганщине 90% сел есть украинскими. Там прекрасная украинская мова. И на начале 90-х годов, даже в больших местах, в Луганске, в других местах Луганской области, проведали украинские школы, украинские классы. Батьки с великим желанием отдавали своих детей учить в этих классах и школах, потому что они понимали, что Украина, как независимая государство, не можлива без украинской мови. И результатом вот такой, знаете, политики, русификаторской политики стало то, что перед началом войны в Луганске не было жертвой школы украинскомовной, были лишь отдельные классы, которые оптимизировали и объединировали с российскими классами. И в результате не оставалось вообще украинских классов. Таблички, назви улиц, их русифицировали. Я даже статью писала про то, что на этих табличках написано российскую мову, например, улица советская, российскую мову, и английскую мову, советская стрит, а украинскую мову даже у нас в улице не было. Паня Ирина, а как вы думаете, вы изучали тему Голодомора очень глубоко, как вы думаете, Голодомор не был ли связан именно с принудительной русификацией? Ну, русификация, она ишла параллельно с Голодомором. Нищение украинской интеллигенции, репрессий, нищение украинского села, як посередку украинской культуры, традиции украинской ментальности. И русификация параллельно все эти процессы ишли. Как связанные между собой и служащие одним и тем же целям, да? Ну, безперечно. И даже в 1974 году, я когда училась в школе, то нам учитель сказал, классный руководитель, дети, скажите родителям, хай вас извольняют от украинской мовы. И півклассу извольнило от украинской мовы, не учило ни мову, ни литературу. В какой еще стране таки может быть значение титульной нации из украинцев, в которых большинство живет, даже в Луганской области? И я бы хотела сказать слова, они сейчас очень актуальны. Олег Сатихий, вчера ему виповнилось 90 лет. Он сам родился в Донецкой области, хоть и в Ежевке Краматорского района Артемецкого округа. То он сказал, что не вина, он правозахисник борется за украинскую мову в 70-х годах. И влада радянская его извинуватила в этом, и назвала его рецидивистом, и он умер в ремни-рекарне города Пермь. То он сказал, что не вина, а беда простых людей, тобто працовитых работников селян Донбасса, что с их волей, с молчазной сгодой, не знищуется украинская мова и культура на Донечке. Не беда, а вина каждого интеллигента, каждого, кто с другого высшего света, занимает руководственные посадки, а живет только для натоптывания черева, байдуже, как колода, до доли своего народа, его культуры и язык. И через год, мы видим, что ничего не поменялось. Действительность органов народного освіти, вчителей, действующих закладов культуры и всех руководителей на ниве асимуляции миллионов украинцев Донечкины. А то такую массовую асимуляцию не можно назвать иначе, как только интеллектуальным геноцидом. Я поддерживаю пана Олегу Тихого и хочу сказать, что именно интеллигенция Донбасса, закрывая очи на эту русификаторскую политику, многолетнюю, даже за независимость Украины, она привела к войне на Донбассе. И панове Петеру Андрушенко, именно так он пишет в фейсбуке, Петеру Андрушенко, по сути, Петру, я хочу сказать, что хай он не будет голосом российской пропаганды, голосом по блоку 5-й колони, а напомню, кто он за национальностью, он украинский, представительной нации. Спасибо большое, пани Ирина. Еще хотим послушать еще Надею Оксенчук по телефону. Извините, пани Ирина, что не можем больше вам времени дать. Спасибо огромное за ценный комментарий. У нас директор Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Надежда Оксенчук, которую критики называют, пани Надею, украинизатором с Галычины, могла бы высказаться. Я надеюсь, мы сейчас с ней свяжемся. Хотя активисты хвалят, пани Надею. И я вам напоминаю, что если у вас есть свой взгляд на мовную политику, языковую политику, какой она должна быть в Украине и на Донбассе в частности, пожалуйста, звоните нам в прямой эфир и делите своим мнением. Петр, вы слышали мнение пани Ирины, если вы еще здесь? Да, здесь, конечно, слышал. Да, вот может быть у вас есть возражения или просто дополнения? Ну, я бы, во-первых, дополнил. Вы знаете, у нас все время, во-первых, мы в вопросе языка скатываемся в вопрос нации, оппонента. Но я считаю себя украинцем. Я считаю себя частью украинской нации. Я считаю себя украинцем по происхождению. Хотя, наверное, в нашей крови сложно всех ковыряться, кто мы есть на самом деле. И так уж случилось, что я вырос в русскоговорящей среде, в русскоговорящем городе. Ну, если пани Ирина считает, что от этого я стал каким-то ущербным, ну, пардоньте, это уже не моя проблема. У меня другой вопрос. Смотрите, сама пани Ирина сказала о том, что россияне использовали как предлог защиту русскоязычного населения. А теперь мы в период войны подбрасываем им, но у меня такое ощущение, как бы основание для их этого оправдания, для их отмазки. Вот видите же, очередной репрессивный закон приняли. Вот, на мой взгляд, именно во время войны не совсем это разумно, такой закон принимать. А вы как думаете? Вы знаете, я думаю, что мы слишком много говорим о том, что сделают россияне, если что-то сделаем мы. То есть не стоит оглядываться, да, на этом? Это вообще не стоит. Они сделают то, что они хотят сделать. Что им выгодно, я согласна. Да, спасибо. Никуда не уходите. Мы еще послушаем. Давайте, пані Надію Оксенчук, це голова департаменту зосвіти. Доброго дня, пані Надія. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, что приедалися до нашей разговоры. Скажите, чи приняття такого закону, нового закону про мову, під час війни, не может воно нашкодити интересам України? Я не думаю. Мы чому-то завжди говорим, что разговоры про украинскую мову есть не на часе. Но сейчас, как на меня, есть именно тот час. Нашкодил нам предыдущий закон. Закон пока. Кивалова-Колитниченко. Потому что, на правду, он был применен против Украины, против украинской мовы взагалі. Не знаю, чи відомовавши, користуючись этим законом, окремні регенерати приняли решение вести документообіг і спілкування російською мовою. Тому відмінити цей закон все на часі. Именно во время войны людей начать штрафовать за русский язык. Мы не знаем, знаете что, сьогодні во время войны війни, по-перше, в країні немає. Вона не визнана війною. По-друге, якщо Росія визнана країною-агресором, якщо мы кажемо, що тимчасово окуповані території, ким вони окуповані? Росією? Значить, я думаю, що це на часі. І це повинна зрозуміти кожна свідома людина, кожен свідомий громадянин, який живе в Україні. Думаю, що це тільки піде на благо України. По этому поводу спора нет, однако штраф не може радувати нікого, на кого он накладывається. І, на мой взгляд, це не... Дуже дякуємо вам. Украйні пункти, так. Дякуємо вам, пані Надія. Сподіваюся, ми ще будемо вас запрошувати, дати коментарі з тих чи інших питань. Всього доброго. Петр, ви ще на зв'язі з нами. Можете сказати ще що-то по поводу того, о чому нам сказала пані Надія? А ви знаєте, то, що офіційний чиновник управління образовання говорить, да, могу сказати. Не завжди интересно, а що она зробила для цього? По опыту Мариуполя, я скажу, нічого. Поэтому ми можем до бесконечности говорить слова, о том, що кто-то, какой-то закон доработає, а можем просто брати і делать. Вот і все. Ну, дорабатувати закон, це може, тільки, наверное, законодательний орган. Ми тут нічим не... Тільки можем поделитися своєю мненням в ефірі. Ну, законодательний орган буде вынужден к нам прислушиватися ко всім. Якщо ми будемо все молчати і не говорити о тому, що нам не нравится, о тому, що ми считаємо вредним, о тому, що ми считаємо неправильним, то он буде принимати, ісходя з свого розуміння. У нас там 350 чоловіків. Спасибо большое, Петр. Ми ще будемо з вами встречаться в прямому ефирі. А я напоминаю нашим зрителям, що ви можете звонити в студію, можете писати коментарі під цим відео, і буквально через минуту у нас в студії появятся гости. Це буде Ольга Барабаш. Я родилася в Луганській області, потім училася в місті Донецьке. І зараз я нахожусь в Мариуполі. Можливо, коли-то я і думала о том, що стоїть уїхати, але зараз я абсолютно уверена, що люди, які люблять нашу країну, наш регіон, вони должны бути зараз тут. Ніхто не бросять своїх родителів, якщо у них проблеми. А хто розв'язав цю війну? А ми живем, нещета!